продолжаем тему кластридии столбняк возбудитель столбняка по латыни носит название кластридиум тетани это крупные бациллы длина их достигает 8 микрометров концы закругленные подвижные образуют терминальные споры поэтому имеют вид барабанных палочек грамм положительные культивирование строгие анаэробы растут только в бескислородных условиях токсинообразование продуцирует очень сильный экзотоксин две фракции тетанаспазмин он поражает клетки нервной системы и вызывают тоническое сокращение мышц тетанолизин растворяет эритроциты по антигенной структуре выделяют 10 сероваров патогенность для животных к столбнячному экзотоксину чувствительны многие животные лошади крупный и мелкий рогатый спкот свиньи собаки кошки морские свинки и белые мыши характер столбняка у животных восходящий куда бы ни ввели токсин у мышки возникает спазм мышц хвоста и появляется хвост трубой эпидемиология источник заражения человек и все выше указанные виды животных они выделяют клостридии с испражнениями в почву споры клостридии столбняка в унавоженной почве обнаруживаются всегда в 100 процентов случаев столбняк возникает в результате травм мирного и военного времени больше половины заболеваний столбняком возникает в результате ранений нижних конечностей лопатой ржавым гвоздем при работе в поле или на огороде при автомобильных катастрофах высок процент травматизма среди детей очень опасны военные игры мальчиков ежегодно столбняком в мире заболевает 209 тысяч человек умирает 56 тысяч особенно в африке и юго-восточной азии путь передачи как и при газовой гангрене не прямой контактный входные ворота это поврежденная кожа слизистая у новорожденных детей пупочная ранка а при криминальном аборте у женщин это слизистая оболочка матки патогенез столбняк характеризуется токсинамии поражением двигательных клеток центральной нервной системы и развитием тонических и клонических судорог в мышцах инкубационный период от 5 до 14 дней симптомы столбняка страшны и узнаваемы без лечения столбняк смертелен клиника первые признаки столбняка тоническое сокращение жевательных мышц тризму когда зубы крепко сжаты и рот открыть невозможно поэтому в госпиталях в годы великой отечественной войны врач во время утреннего обхода просил раненых бойцов разжать зубы и проверял этот симптом с помощью шпателя затем развиваются судороги мимических мышц лица появляется сардоническая улыбка и только позже ригидность распространяется на мышцы шеи спины живота и конечностей тело больного принимает вид дуги больной лежит на кровати опираясь на затылок и на таз любой внешний симптом сильный раздражитель громкий крик стук может вызвать судорожное сокращение и смерть может наступить от асфиксии и паралича сердца иммунитет антитоксический слабый возможно повторное заболевание и столбняк у привитых лабораторная диагностика исследуемый материал кусочки тканей гной перевязочный материал у новорожденных выделение из пупочной ранки а у рожениц выделение из матки от трупа берется кровь кусочки печени и селезенки микроскопический метод 1 ориентировочный видны типичные бациллы барабанные палочки второй бактериологический метод проводится также трехэтапно как при газовой гангрене третий метод реакция нейтрализации токсина антитоксином ставится на белых мышах контрольная мышка выживает вследствие введения антитоксической сыворотки у опытной мышки хвост трубой и ригидность хвоста мыши погибают при общем параличе мышц в характерной позе вытянув задние лапки это поза тюленя разберем конкретную ситуационную задачу задача следующая при поступлении в хирургическое отделение новой партии кетгута образцы были направлены для исследования в бактериологическую лабораторию с какой целью кетгут направили в лабораторию и как оценить пригодность кетгута к употреблению цель определить инфицирование возбудителем столбняка чтобы ответить на вопрос инфицирован кетгут или нет делают посев на среду кетотороци и фильтрат среды вводят двум группам белых мышей то есть ставят реакцию нейтрализации токсина антитоксина еще одна задача на приеме у хирурга находится пятилетний ребенок и военнослужащий с открытым переломом плеча какой препарат надо ввести каждому из этих пациентов пятилетнему ребенку надо ввести противостолбнячную сыворотку у матери ребенка надо выяснить привит ли ребенок от столбняка по схеме если привит то иммунизацию анотоксином проводить не надо военнослужащему также вводится антитоксическая сыворотка потому что он заведомо по эпидемическим показаниям ранее вакцинирован столбнячным анотоксином и так профилактика это плановая вакцинация столбнячным анотоксином делается детям с 3 месяцев а также военнослужащим строителем лесозаготовителем вакцинация входит в национальный календарь прививок лечение специфическое вводится антитоксическая противостолбнячная сыворотка внутри мышечная а также для лечения используется гамма-глобулин из крови людей благодарю за внимание